Доступило время завтрака. Сегодня понедельник и сегодня у нас начинается отпуск. На самом деле, мы просто едем в Корнелл и поэтому завтракаем в Биллз. Но нет, у нас просто дома кончилась вся вся еда и сегодня мы уезжаем, так что покупать нет смысла. Мы пришли в свой любимый ресторан, Биллз. И мы почти что первые, ну почти что, там пару человек еще есть. И сейчас, what time is it? 8.20. Уже 8.20, мы проснулись 6. Что же мы это все время делали? Завтрак приехал. Смотрите на это, кучу кмалу и мои маленькие бинчики. Первым делом, когда я заказываю блинчики, что я делаю? Я ворую крестопироги. Ой, стиля. Это мой завтрак. Это мы все. Вы любите открытки? Я просто уважаю открытки. Я стараюсь их всех. покупать, но не всех иногда по настроению. Я вообще люблю посылать открытки и получать открытки. Смотрите, какие прикольные. Мы сейчас пришли в почтовое отделение, чтобы отослать несколько писем. И вот я скажу вам, почтовое отделение, на самом деле, не самое красивое место. И я бы также сказала, что не самое вежливое. И свет здесь плохой, и синяки под глазами. На самом деле, очень здесь работают люди. И это как компания, да, приватная компания. И, к сожалению, с сервисом они здесь не отличаются. Я была... У нас вот рядом здесь два почтовых отделения. И, к сожалению, они все какие-то очень неприятные. Обычно люди не то что вежливые, могут даже нагрубить. И они очень не любят, когда отсылаешь посылки, которые уже проплачены через интернет. В общем... Но мы сейчас будем покупать марки, так что я надеюсь, они будут вежливые. Итак, моя подготовка к отъезду идет хорошо. Что это имеется в виду? Что мы уезжаем на 10 почти дней. Поэтому нужно все цветочки полить. Надеюсь, что они выживут, потому что все-таки солнце светит еще, и они сохнут быстро. Вот с этим цветочком он у меня новенький. Ну, как новенький? Относительно месяца 3-4, наверное, живет. И вот не нравится мне, что у него происходит. Надо будет почитать, как за ним ухаживать. Вот. Сейчас тут польем. Самый печальный у меня вот этот вот. Я его пересадила, но что-то ему вообще не нравится. Сейчас я его перенесла из более темной комнаты, вот сюда в светлую. Надеюсь, он оживет, потому что, ну, что-то печально. Каждый листик у него страдает, и... Да, не знаю, что с ним происходит. С этим все нормально. Орхидейка цветет красиво. Здесь у меня великий алоэ и китайское денежное дерево. Его тоже надо пересаживать, потому что он уже решил этот цветочек выйти из горшка. Ему что-то тут не понравилось. Надо его в побольше горшок посадить. Я что-то сделала со своей пальмой. Точнее, однажды я ее побрызгала очень сильно водой, и у нее завелась, знаете, такая, как плесенная тля. И вот, к сожалению, я уже половину ее вырезала. Она сохнет и умирает. Вот, и я купила специальный раствор, точнее, специальное масло, Neem Oil называется. Уже проходила по листикам, нужно будет еще раз это сделать. Вот, ну она так, вроде выглядит красиво, но можно увидеть тут листики, видите, сохнут. Надеюсь, она выживет. Вот тут у меня растет один паучок. У него много-много детишек. Надо будет их всех собрать и посадить в баночку. Ему здесь очень нравится, ему повезло. На него светит солнце отсюда. И оно, это дерево, ну это дерево, это растение так разрослось. У него маленький-маленький горшочек, но оно вообще супер растение. Смотрите на это. Тут у меня тоже куча цветов. Даже некоторые принесла снизу, наверх сюда, чтобы снимать. Но думаю, мы сейчас будем уезжать. Оставлю их тоже здесь, потому что здесь два окна. Думаю, будет здесь неплохо. И тоже не на полном солнцепёке, поэтому надеюсь, что они не высохнут так быстро. Перед тем, как уехать, я тут доделываю инстаграм-пост на две компании, на Dream Body Club, на Motivation Digital. И будем упаковывать вещи и поедем. Столик. Пока. Мы собрались почти что. И теперь идём за машиной. Мы арендовали машину в Рифте, как всегда. И сейчас 12 часов. 12.30 у нас пикап. Поэтому, да, надеюсь, всё проведёт гладенько. Потому что с арендой машины всегда такая интересная история. Помимо того, что тебе нужно принести просто тонну пачку документов, ещё нужно проверить машину, чтобы там увидеть все царапинки, всё задокументировать, иначе потом за все эти царапинки будешь сам отдуваться. Вот. А так, в принципе, после этого всё начинает становиться хорошо. Вот. Окей. Увидимся чуть попозже. Видишь, Супер вот там идёт по другой стороне улицы? Вот он. Нет, не он. Вот он. Такие живописные ягоды. Не могла просто мимо пройти. Смотрите, как красиво смотреться. Итак, мы пришли и интересная, какая из этих машинок будет наша. Наверное, вот эта. Шучу. Мы взяли самую простую, только автомат. Так что, навряд ли эта. Сколько народу. Может, это? Обряд ли. Но вряд ли. Итак, шли мы, шли и пришли за машиной. И зря я вам сказала про то, что, надеюсь, никаких не будет сюрпризов. Сюрпризы оказались. У меня была карточка, которую мы собирались платить, но у меня нет прав. Точнее, у меня они есть, но они дома. У Кристофера были права, но карточки на его имя у нас не было. И что вы думаете? Водитель, оказывается, по их волшебным правилам, должен быть тот человек, который платит. То есть, я не могу платить за то, чтобы Кристофер был водителем. В общем, жесть. Теперь мы идем домой, и Кристофер будет брать свою карточку и пойдет второй раз получать. Сегодня нам все никак не уехать. Надеюсь, все остальное приключение будет намного адекватнее. Ну, что, зато научилась, вам рассказала. Теперь вы тоже будете знать на всякий случай. Мне так нравится эта колпачка. А, ну, я еще там не была. Дубль два! Интересно, получим машину или нет? Мы берем вот эту машину. мы никогда такую не видели это в PMW. Не поверите, наши 12 часов превратились в 5.30. Сейчас 5.30, и мы выезжаем. Начинаем двигаться, выбираемся, будем выбираться из города. И, в общем, часа через 3-4, наверное, приедем. Надеюсь. и мы в Ричмонде, потому что везде какие-то коллиженс, какие-то аварии, еще что-то. В общем, сегодня день задался. будет круто, если мы все-таки доберемся. Наконец-то, докорнивало. Мы заехали на сервис-стейшн. Это такое место, куда заезжают люди, когда они по дороге, типа станции. и мы заехали сюда в туалет и перекусить, потому что мы приедем очень поздно. Так что здесь выбор, конечно, не самый здоровый. Здесь можно выбрать КФС, то есть Бургер. Там есть Starbucks. Еще подальше там вот есть Pizza Express. А мы в прошлый раз покупали Fish and Chips. Там магазин. А здесь какой-то такой салат можно с вами сделать, но они какие-то очень душные. В общем, даже не знаю, что взять. И саббой тоже. И все. Интересно, что будет? Кристофер думает взять KFC типа мясо или кури. КОНЕЦ КОНЕЦ Я решила сейчас купить сюда Healthy. Единственное место, где можно какую-то зелень найти. Здесь есть салатик салатик Cesar с курицей гриль. Вот это вот здесь. Там парень мне его сейчас делает. Теперь я его заберу и Крыш, который уже туда-то ушел туда. Сел у него уже его курица пришла. Вот и мой салатик, как я вам показывала. Это Cesar с курицей. А у Кристофера вот что. Happy with your order? I'm very happy. Кристофер 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 Продолжение следует...